Доброе утро, мои хорошие! У меня утро, я не знаю, как у вас. Решила внести некое разнообразие и заказала себе томбик и картошку фри. Вроде картошка выглядит очень даже аппетитно. Правда, немного остыла, но ничего. Кова. Гулять так гулять. И зарядка садится на камере. Я просто сегодня должна была с утра поставить на зарядку камеру. Потом, как всегда, забыла. В общем, обычное дело для меня. Сегодня я снимаю мукбанг и здесь еще лежит мама. В первый раз в моей практике кто-то за кадром сидит и смотрит, как я снимаю мукбанг. Но я не стесняюсь, если честно. То есть нет такого, что кто-то рядом, я нервничаю. Это было раньше. Раньше для меня очень сложно было снимать даже влоги, если кто-то рядом. Мне казалось, что вот кто-то угорать начнет надо мной. А сейчас пофиг. Как вкусно. Вот так вот он выглядит. Он достаточно большой. Но при этом должен быть очень вкусный. Я взяла с куриным мясом. Здесь еще соленые огурчики. Да это просто рай. Просто лайк. Это брала один вопрос. на который хотел бы ответить. Точнее, это не совсем вопрос. Я просила вас рассказать свои истории на пиар-аккаунте. Вот одна девушка пишет. Привет, Айка. Есть у меня молодой человек, с которым мы постоянно сталкиваемся с разными проблемами. И последняя проблема это то, что его родители категорически против того, чтобы он был со мной. Как только я не пыталась найти с ними общий язык, но ничего не получается. Что делать в такой ситуации и было ли у тебя, чтобы родители парня были против? У меня, к счастью, такого никогда не было. Но в любой ситуации нужно смотреть трезво. не влюбленными глазами, а реально. Насколько на самом деле искренно молодой человек настроен в вашу сторону. Почему я это говорю? Потому что однажды в универе была такая история. Я не знаю, вам рассказывала или нет. Скорее всего, рассказывала. Просто очень давно. у меня был одногруппник. Точнее, это был поток. И, кстати, этот парень, оказывается, вот сейчас я это знаю, что он с моим парнем ходил на занятия вместе. Оказывается, мы могли познакомиться и через него. Ну, в общем, у этого парня была девушка. и девушка жила в деревне. Провстречались они где-то полгода. Каждый раз она к нему приезжала в город. Она делала все, чтобы у них были хорошие отношения. не выносила мозг, никогда не ссорилась с ним. Но его все устраивало, но в какой-то момент он понял, что для жизни, для семейной она ему не подходит. Он хочет девушку с высшим образованием, чтобы она тоже материально как-то ему помогала в том плане, что они вместе будут работать, чего-то добиваться. И он со мной делился. Говорил, вот мои родители столько денег вкладывают в мое образование. Мне бы хотелось рядом с собой видеть девушку, которая тоже получила высшее образование, имеет какую-то работу, возможно, с хорошей зарплатой. То есть, чтобы она была для меня поддержка, а не просто домохозяйка там убирает, стирает и все такое. Сначала он тонко намекнул ей, что у нее есть способность, она могла бы поступить в универ, но еще не поздно и все дела. Но я девушку не виню. Сейчас все упирается в деньги. Чтобы она в городе училась, нужно снимать квартиру. нужно при поступлении ходить к репетиторам. А у нее отца не было. Отец умер еще, когда была мама беременна ее. То есть, она с рождения не видела отца. В общем, он и так, и так намекал, но как бы напрямую не говорил, что для него это очень важный фактор. И спустя где-то полгода он посоветовался со своей мамой, как рассказывал мне, по крайней мере. Мама сказала, если любишь, ничего, пусть там научится на парикмахера, на маникюшицу или что-то такое, где не нужно прям поступать в вуз и полноценно учиться где-то 5 лет. Но он сам постоянно говорил со мной на эту тему. И говорил, что я с ней будущее не вижу. Для кого-то это, возможно, мелочь, для меня это важно. Но мне кажется, он просто ее не любил. Потому что когда ты любишь, ты принимаешь человека и без высшего образования, и с плохим характером, и с вредными привычками совсем. И он решил в какой-то момент расстаться, но он всегда боялся сделать ей больно. Потому что она всегда давила на жалость, говорила, вот у меня нету отца, мне сложно, все вокруг меня кидают. и в общем он решил придумать такую историю, так скажем, что его мама категорически против его отношения с этой девушкой, что его мама хочет женить его на какой-то родственнице. В общем, он придумал эту историю просто потому, что она на самом деле не подходила просто ему по его критериям. он ей начал плести. И вот если мы будем вместе, мне придется отказаться от семьи. она говорила, ничего, мы преодолеем все трудности. Для меня без разницы, пусть они тебе даже квартиру не дают. То есть, мы всего сами добьемся. То есть, она реально наивно верила, что реально его родители против. Он изначально начал эти отношения, не задумываясь о чем-то серьезном, но потом начал понимать, что девушка к нему привязывается, уже хочет семью, строит какие-то планы и его просто мучила сови, что он получается обманывает девочку, которая и так в жизни много чего прожила. Много неприятных моментов, так скажем. Какой виноград. я мучила мучила. Наплел он ей эту историю где-то наверное с четвертой попытки все-таки расстался с ней, потому что она умоляла давай не будем расставаться, ну и что, что родители против, то есть, это какой век и так далее. я ему сказала, что было бы честнее просто в открытую сказать, что у меня нету чувств к тебе. Еще другие моменты, которые меня не устраивают. Объяснить все это и все. Она еще долгое время пыталась вернуть его. Откуда я знаю подробности? Эту девушку я тоже знала. Мы ходили вместе куда-то там с одногруппниками, он ее брал с собой. Девушка была красивая, даже не скажет, она деревенская, то есть, очень современная, во всем разбирается. Но мне кажется, дело тут не только высшем образовании, просто, наверное, он не любил ее. Вот я так думаю. После этой ситуации, которая у меня была на глазах, когда мне кто-либо говорит, я очень извиняюсь, у меня села зарядка на камере пришлось поставить на зарядку немного подождать. В общем, что касается вашего вопроса, я думаю, что просто надо присмотреться к вашим отношениям. А может быть, его родители даже и не против, но он достаточно этого не хочет. на мой взгляд, родители не могут быть преградой. В каком мы веке живем. Вы можете им не нравиться, но со временем они должны смириться с этим и все. если у меня в отношениях с парнем была бы такая ситуация, я ни в коем случае бы не расставалась, если только он сам этого не хочет. после ситуации с однокрупником я просто посмотрела на все эти ситуации с другой стороны и поняла, что не всегда то, что говорят мужчины, это на самом деле так и есть. Когда есть любовь, никакие дети, никакое прошлое, родители, материальное состояние, есть у вас образования нету, ничего не играет роль. очень вкусно. Поэтому просто присмотритесь но если действительно он вас любит, действительно такая ситуация имеет место быть, я бы на вашем месте вместо того, чтобы соедиться с ним, наоборот, поддерживала бы его, чтобы у вас были замечательные отношения, единственный момент, единственная преграда это были родители. это тоже не преграда. Потихоньку успокоиться. я поела, наелась, удивительно, да, одним домиком наелась, но было очень вкусно. На этом все, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всех люблю, пока.